В начале июля курс доллара превысил 93 рубля впервые с конца марта прошлого года. В Центральном банке Российской Федерации полагают, что рубль слабеет, в основном из-за ухудшения торгового баланса, об этом сообщило информационное агентство РБК. Турбулентная обстановка на рынке волнует и жителей Тверской области о вложениях, сбережениях, инвестициях и прогнозах по дальнейшему курсу рубля далее в нашем сюжете. Впервые с июля 2023 года курс евро поднялся выше 102 рублей. Курс доллара, в свою очередь, вырос до 90 рублей 82 копеек. Эксперты, опрошенные Банком России, ранее дали усредненные прогнозы курса рубля на весь 2023 год. По мнению специалистов, средний курс доллара составит до конца года около 81-82 рублей за доллар. В свою очередь, аналитики, опрошенные изданием «Ведомости», отметили, что экономике России выгоднее курс минимум в 90 рублей для пополнения бюджета. Это обусловлено тем, что чем дороже доллар, тем больше рублей получит Россия при продаже нефти и других экспортируемых товаров. Однако при этом существенно дорожают импортные товары, начиная от мелкой бытовой электроники и одежды до автомобилей и лекарств. Мы решили узнать, какую экономическую перспективу увидят эксперты Тверской области. Почему у нас сейчас так ослабел рубль? Причин было огромное количество, которые называли эксперты. Кто-то попадал, кто-то не попадал в точку. Но на сегодняшний момент времени тот курс, та планка евро и доллара, она, безусловно, обусловлена влиянием факторов накопительного характера. Это означает, что в числе причин потения рубля отрицательная сальдо платежного баланса, что означает превышение платежей из страны над платежами в страну. Это происходит тогда, когда доходы от экспорта меньше, чем количество приходящей в страну иностранной валюты. Также значительное влияние оказывает геополитический фактор. В период конфронтации Запада с Россией около 160 миллиардов долларов утекло за пределы Российской Федерации. Не последнее негативное значение имеют и разного рода политические события и потрясения. Например, недавний мтеж ЧВК «Вагнер». Что делать гражданам в экономически турбулентное время? Где хранить свои сбережения? И стоит ли инвестировать? Далее рассказывает наш экономический эксперт. Удобный и низкорисковый инструмент – это банковские депозиты. Если действительно будет повышение ключевой ставки, есть вероятность того, что и коммерческие банки ненамного, но повысят процент по депозиту. Такой способ вложения наших сбережений позволит частично сохранить наши денежные средства. Что касается инвестирования, я бы, наверное, не посоветовала каких иных инструментов, финансовых инструментов. Почему? Потому что это сопряжено с риском. Так что же предпринять простым гражданам, чтобы сохранить, а может даже и чуть-чуть приумножить свои сбережения? Как советуют экономисты, если вы не опытный биржевой игрок и не финансовый аналитик, разбирающийся в тонкостях инвестирования, то не стоит предпринимать резких шагов и конвертировать свои денежные сбережения в доллары. Либо вкладываться в какие-то фонды и тому подобное. Специалисты утверждают, что наиболее безопасный и выгодный вариант сбережения денег – это вложить их в надежный банк. И помнить о том, что после резких скачков валюты вверх обычно следует небольшой откат вниз. Ну и кроме того, сам доллар в последнее время уже не такой вечный зеленый, как прежде. Впрочем, это уже немного другая тема, о которой мы расскажем в следующий раз.